На территории Кривцовского мемориала «Долина смерти» в Орловской области будет построен храм-часовня во имя святого Иоанна Воина. Здесь занимаются поиском солдат Великой Отечественной, ребята из поискового объединения «Костер». Они же и выступили с идеей возведения храма-памятника, а само строительство задумано как народная стройка. «Долина смерти» для европейской части России связана с событиями Великой Отечественной войны. Это устоявшееся, почти официальное название, данное долинам рек Ака и Зуша на участке от Болхова до Новосиля, где с осени 1941 по лето 1943 проходили непрерывные на разных участках фронта бои. По берегам этих рек около полутора лет проходила линия фронта, и суммарные потери убитыми и пропавшими без вести исчисляются десятками тысяч. Поиском погибших занимаются ребята из поискового объединения «Костер». Территория очень сложная, исторической информации очень мало. Работа на данной территории, мы для себя по крупицам восстанавливаем информацию, но и стараемся ее передавать. В день памяти святого апостола-евангелиста Иоанна Богослова 9 октября архиепископ Орловский Ливинский Антоний осветил место на территории Кривцовского мемориала, где будет построен храм-часовня по имя святого Иоанна Воина. Идея строительства часовни принадлежала автору мемориального комплекса, ныне покойному главному архитектору города Орла Сергею Федорову. 40 лет назад он задумал ее в западной части Некрополя, как духовную доминанту, завершающую мемориальный ансамбль. По просьбе общественности, в том числе родственников воинов, захороненных в братских могилах, районная администрация в мае этого года приняла решение о строительстве часовни. В этом году, 8 мая, заложили камень и благословление владыки нашего Антония сделать храм-часовню в честь Иоанна Воина, в честь погибших воинов всех. Проект храма готов. За его основу взят храм во имя святого Александра Невского в 909 квартале города Орла. Строительство будет народной стройкой. Средства на фундамент уже собрали москвичи, которых привлек через поисковую работу руководитель объединения «Костер» Николай Красиков. Работы в ближайшее время будут начаты. Строить его, как говорится, будут всем миром. В строительстве будет участвовать общественность, ну и, в общем-то, состав Межганарного поискового объединения «Костер». То есть ребята изъявили желание собственными руками, без привлечения профессиональных строителей, ну, в общем-то, только с точки зрения кураторства, возведут стены. У нас есть ремесленники, которые могут выполнять все виды работ. То есть это и каменщики, которые будут курировать, ну и строить. У нас есть столяра, плотники, которые готовы изготовить иконостасы. Есть иконописцы. Трудническая миссия поискового отряда «Костер» на этом не заканчивается. На территории располагалось немалое количество храмов. Многие из них найдены, обозначены на картах, а на местности установлены кресты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова